О боже, что у меня с футболкой? Это вода, если что. Всем привет! Сегодня у нас тот самый влог Переделкин. Никогда мы такой, кажется, не снимали. Чтобы вы понимали, я всего лишь хотел спать в другой комнате, где тише и прохладнее. В итоге оказалось, что давай перекрашиваем мебель, давай мы то продадим куклу или что-то еще. Процесс не обратил. Я всего лишь хотел спать комфортнее. А главное, что все заинтересовались, всем интересно, что мы там сделаем. Короче, у нас в этом шкафу есть один плюс. У него поверхность реально шершавая. Вот она шершавая. Ее хорошо обезжирить, и она шершавая. То есть на нее краска будет ложиться хорошо. И его не нужно шлифовать? В принципе, такая мебель особо не шлифуется, тут пленки сверху нет. Просто если бы она была прям супер гладкая, вот как вот эта пластиковая часть, да, там жаднее гмунтовать ее. Почему? Потому что краска плохо ляжет. Мы взяли хорошую краску, быстро сохнущую, без запаха, поэтому, думаю, будет нормально. Ну да, мы увидели видео примерно точно такой же комод, из такого материала красили. Прям вот обезжирили, и поверх краска. Без всякой шлифовки, без грунтовки. Мы будем, да, шпаклевать покрытие. Тут, я думаю, что потом, когда мы покрасим уже комод, мы какое-то купим раствор, не раствор, как называется, покрытие, чтобы покрыть сверху. Ну лак у нас можно. Нет, лак нет, лак будет блестеть. Есть просто без этого эффекта. Краска. Вообще, еще многие грунтуют для чего? Когда очень темные шкафы выводят светлые. А, ну да, у нас светлый шкаф. Комод точнее. Комода, единственное, что сейчас нужно будет поснимать ручки. Муанка, все нормально. Без нее общаются. И позабивать. Ну, я же говорю, да. Мы, получается, поставим новые ручки вот в эти отверстия, потому что так гармонично смотрится. Плюс, когда... Мы сейчас снимем их, поставим, посмотрим, как она гармонична или нет. Хотя бы на один шкаф. Плюс, Леша раскручивал эти ящики, они там посыпались вообще, крепления. Ну, просто вот, видишь, и он немножко шевелится. Вот это минус. Он был какой-то, получается, поломанный. Нет, он не был поломанный. Просто вот этой ерунды, которая дотяжка, которая мягенькая делает, это ее просто нет. Она просто от времени видна. Все посыпалась, да. Там такие усики аккуратные. На них нажимаешь, оно очелкивается. На них нажимаешь, они рассыпаются. Ну, в общем, мы его протерли хорошенько от пыли. Внутри везде, Леша его просто разбирал, а потом опять собрал мне для видео и фотографий. И сейчас обезжирим. Мы почитали, что можно обезжирить обычным стеклоочистителем. Мы берем мистер мускул. То есть, это говорит, короче, это видео смысл в чем? В том, что максимально подручный стиль, максимально все сделаем. Попытаемся сделать из, ну, достаточно устаревшего комода что-то более современное и подходящее под нашу новую комнату. Надо же просто знать, какое везде за шпаклевать. Ближайшие, которые по центру. Ну, и сейчас надо сразу померить ручки. Я видела, что девочка одна в эту дырку засовывала салфетку, а потом шпаклевала. Зачем можно? Можно так, чтобы мне вывалилась шпаклевка. Интересно, настанет? А тут разный, наверное, диаметр. А нет. Что, подошло? Да. Сейчас пока, конечно, ужасно. Ну, понятно. Ну, да, будет и так, отдельно, по-добому. Ну, такой смешной, у него как будто глаза появились. Так, ну, вот мы смотрим, как будет с ручками на уме. Даже подошли вот эти вот саморезы. О! Ну, смешной, у него как будто глаза появились. Ну, ладно, понятно. Да, вот так, да. Все, и снимаем остальные ручки, значит. Так, я видела у одной девушки, она вот так вот отверстие, которое хочет зашпаклевать, закрывала просто салфеткой, которую так вот сворачивала в трубочку, можно так сказать. Ты уверена, что это так? Она делала так, а потом сверху в грунтовку. Ну, да, просто чем-то закрыть это отверстие. Шпаклевку я не беру. Шпаклевку, извините. Вот эти ближайшие закрываем. Теперь так, Леша пальцем набирает. Честно говоря, я вообще никогда дела не имел. Ну, все бывает на первые. Я так понимаю, его нужно делать заподлицу, что потом просто бумагой какой-то наждачной, ну, просто зачистить. Так, чтобы она вровень была. Да, там, по-моему, не видно должно быть. Нет, ну, понятно, что не видно. В общем, как-то так. Я уже соорудила такой лоток, можно сказать, из баклаги, чтобы удобно было краску набирать, чтобы приспособ у нас нет. С ним, поехали. Давай с боку. А с чего надо начать? Давай с боку начинай. Да, я там обезжирила, мистером Мускулом. К сожалению, у нас один валик, поэтому не получится, чтобы либо по очереди, либо кто-то один. Причем надо, по идее, быстро это все делать, потому что краска схватывается. Сначала один слой сделан, потом второй. Может, и так? А хотя, какая разница? Ух ты! Смотрите, как красиво! Краска действительно неплохая. Да, ляньте, как она красиво уже покрывает. Жалко, что у нас не два валика, блин. Ой, что руками трогаем? Обезжирили один. Не, ну, я не думаю, что прям сразу раз, оно такое, и все. Гляньте, как ложится. Ну, это только первый слой. Я так полагаю, он ляжет в грунтовку. Ну, типа да. Сборно, она, кстати, не воняет. Действительно, краска неплохая, она не воняет. Как удобно, наверное, этим валиком пользоваться, да? Наверное. Такая прикольная штучка. Я откуда знаю. Что пользуешь, что ли? Я подготовила еще спонжики и ацетон, на случай, если вдруг мы капнем. но, видишь, она даже, ну, как можно капнуть ей. Только если ты из сладка прольешь. Она, вон, ложится нормально. Ну, ребята, если у нас все получится с комодом, то когда-нибудь... Ух ты! Мы дойдем... Открываем заявки, да? Ты можешь там, может, кисточкой там сразу прокрашивать мне внизу? Да не заявки мы открываем, а кухню прекрасен когда-нибудь. Ах, нет. Ладно, давай, начну мелкие детали кисти сразу прокрашивать. Я с тебя не дерзу. Итак, мы без приключений мы сделали первую покраску. Сразу прокрашиваю на ногах. Лядь, я пятку вообще испачкала. Дважды вступила, наступила на крышку. Ну, это старое. Ну, мы вообще никак в жизни ничего не красили. Ну, вот пока мы подокрасили последнее. Все, да. Да, я уже можно сказать, что да. Мы сейчас пообедаем, еще подождем чуть-чуть и будем... Второй слой наносить. Я могу уже следом наносить. Еще рано у меня обедать. Так 12 часов уже. 12 уже, да. Уже пора. Если что, надо мульку отсюда вынести, она сейчас начнет тереться. Ага, ухо себе покрасит. Леша сказал, что вот эти вещи прокрашивать не надо. Хотя я изначально планировала. Я надеюсь, что он прав, и что это никак не отразится на внешнем виде комода. В итоге готово. Потому что потом красить... И все открывать ему не будет. Да, конечно. Да. Да не в этом дело. О, уже неплохо смотрится. Сейчас еще один слой вообще классно будет. Главное, чтобы вот этот еще один слой... Если что, вот это это как грунток. Грунт. А это еще не идеальная покраска. Ну, понятно, что это не идеальная покраска. Вон, там пятно видно. Там тоже пятно видно. Нет, это так, да. Может быть, даже три слоя будут, я не знаю. Вдруг третий понадобится. Три слоя вряд ли, но два точно. Ну, надо второй сделать прям максимально, конечно, красивым. Я не знаю, как его сделать максимально красивым. Постараемся. Потому что... Что-то мы сделали не так. А что мы сделали не так, надо было эту тумбочку повернуть на табуретку? На табуретку положить спинкой. Чтобы был к ней везде доступ валикам. Можно принести табуретки. Почему? Потому что просто снизу нет доступа валикам и будет отличаться. А вот тут ты прокрашивала? Вот тут. Там, да, вроде. Да, вроде прокрашивала. Может, там не идеально. Ребят, ну, конечно, без приключений бы не обошлось. Это наш первый опыт. В общем, мы сначала нанесли тот слой, потом пообедали. Лёша нанёс ещё слой. Тонкий, да? А потом сразу плотный или ты только этот? Тонкий, а потом ещё плотный. Вот с шухлядами всё классно. Ещё раз Лёша прокрасит и будет готово. С комодом тоже, ну, с основным. Здесь всё по бокам классно. Он ещё раз пройдётся. Будет красиво. Цвет белый, матовый. Ну, супер. Но вот единственная проблема этого комода в том, что у него вот эта выемка. Её не берёт валик. Когда получаешь валик переворачиваешь и крутишь, он начинает сдирать краску, которая была изначально. Мы так вот сделали пару ошибок. И вот это мы сейчас их мастерим. Да, когда брали ту кисть, другую, она слишком грубая и у неё совершенно другие мазки, в отличие от валика. Короче, она... Нет, на самом деле просто, если у вас вот такой вот шкаф с такими углами, куда валик не добирается, не берите вот эти толстые. Нужна очень мягкая кисть. Максимально. Вот такая с мейкап для макияжа. У нас очень жёсткая кисть, поэтому... Она, да, она не подошла. У нас остались какие-то разводы. И я говорю, Лёш, ну давай уже попробуем спасти ситуацию моей кистью для макияжа, потому что она очень мягкая, для теней, для растушёвки. И вот она подошла для мелких деталей. И сейчас Лёша прокрашивает. Мы сейчас более-менее выравниваем этот, чтобы потом... Сейчас эти углы подсохнут. Краска очень быстро сохнет вот эта. Краска классная. Буквально час, и можно уже следом следующий слой. И матовая, действительно. И вот оно сейчас немножко подсохнет, вот эти края, которые я растушевал. И можно будет последний слой ставить. Да, и тогда уже всё, по идее, ждём, когда высохнет. Ну, не могу сказать, что, конечно, идеальный этот верх. Это не просто было сделать идеально, мы ещё его доделаем. На самом деле, верх был бы идеальный, если бы вот тут мы не зацепили вот этим валиком. Мы повторялись, это валиком. И просто неудобно прокрашивать выемки без кисти. Так уже, вот вроде, сдалека. Сдалека вообще супер получается. Даже не верится, что это наш комод. Посмотрите, какое преображение. Так, мы там кофе... Всё, закипел. Всё, испортила. Чёрт. Выливаем. Как сказала мама, кофе, который закипел, пить нельзя. Фух, тут как-то не очень такой запах, да? Короче, ребята, значит, с шухлядами мы закончили. Прикрутили ручки. Да, выглядит, ну, прилично. Если сильно присматриваться, то, конечно, заметно, что там эти вот отверстия, ну, это заметно, да. По поводу самого комода именно, основной его части. Значит, я вам уже снимала, когда мы вроде бы как заканчивали. Потом мы что-то стояли там, проверяли, дёргали, и нам показалось, не показалось, там реально попала какая-то пылинка-ворсинка, и Лёша такой чик-чик, и, короче, краска такая хоп, и содралась. Мы психанули, поняли, что надо её сдирать, мы давай её всю сдирать, мы сдирали всё вот это из боковушек вот этих, мы тоже всё содрали, и решили по новой его покрасить, этот верх, потому что он был и так не идеальный, и мы решили, что исправим ситуацию, сделаем чуть лучше. Третье, к концу видео, я думаю, мы вам дадим список, чего не нужно делать. Особенно, если у вас такой комод, это ужас, когда вот такие стенки, это... это ужасно. Да. Но это мы ещё не закончили, мы, получается, боковушки мы уже закончили, вот эти вещи мы закончили, а вот этот, вот это нутро всё, мы ещё будем дорабатывать. И я не уверена, точнее, скорее всего, оно и не получится, красиво, идеально. То есть, вот так. Сама краска, мы ей пили оды, какая классная краска, как она быстро застывает, она действительно быстро схватывается, но... Она как плёнка идёт. Мона туда нельзя, там обновка это. Вот она прям туда тащит её, демоны её, кошачьи. Ну-ну. Ну, короче, она плёнка идёт, а я косак. Моночка, ну, давай не будем бывать. Да. Она не очень красная, короче, по качеству. Не очень. А мы ей так, какая краска, какая краска. Потому что она, её, скорее всего, нужно в любом случае какое-то защитное... Я об этом стопроцентно говорю, потому что я проверяла сзади, возможно, ещё, конечно, не до конца прям высохла, но её чуть-чуть подерёшь, и она... Надо отсюда не сказать, тут сильно ваняется. Она сдирается, короче. Я думаю, что надо чем-то действительно покрыть будет комод, чтобы он хотя бы дольше прослужил. Да, мне ошибко. Ну, думаю, уже до завтра мы увидим результат. Я совсем забыла вам показать, как выглядит ротанговый светильник у нас в комнате. Тот самый светильник, который родители подарили нам когда ещё и свадьбы. Смотрите, видите, тут такой участочек Лёша зашпаклевал, потому что там было крепление для той люстры прошлой, оно никак вот не убиралось, и там была дырка, было очень некрасиво, он сегодня там вытащил ту штуку, зашпаклевал как смог, и вроде бы всё симпатично, потому что было вообще ужасно, и было очень сложно вообще эту люстру подключить, потому что Лёша никогда не подключал ничего подобного, там куча проводов. Он, наверное, час где-то долбился с этим и нервничал, переживал, что не получится, что я в него верила, и он всё подключил, всё работает, всё классно, шнур сделали не длинным, потому что, ну, сильно длинный будет висеть, низко прямо, Лёша не хотел сильно длинный, я говорю, давай так, оставим, оно не бросается в глаза, всё красиво, сейчас включу, покажу вам, как он включённый, вот. Мне очень нравится, знаете, потому что ты заходишь в комнату, и тебе ничего не бросается в глаза, то есть он всё слился, всё классно, он просто дополнил комнату, выглядит, по-моему, очень уютно и не броско, в отличие от футбольных мячей, кстати, футбольные мячики мы продали, их нужно будет отправить, просто Укрпочта сейчас не работает, в воскресенье, вроде понедельник, поэтому мы запакуем потом и продадим, напоминаю, что стенка всё ещё продаётся, за неё спрашивают, и спрашивают ещё люди из других областей, других городов, и дело в том, что новой почтой или даже Укрпочтой, хотя она вряд ли возьмётся за такой груз, отправлять это дорого, то есть стенка продаётся недорого, а отправить в другой город, конечно же, влетает в копеечку, но за стенку спрашивают, поэтому если вам тоже интересно, пишите, мы её ещё продаём, так же, как мы продаём наш шкаф большой для одежды, это я вам напоминаю, для тех... Ай, Монка, не нападай на мою ногу! Для тех, кто интересуется, шкаф тоже продаётыся. Вот он, огромный-огромный шкаф, для большой семьи, я считаю, этот шкаф, ну, для нас это тумач. Ух! Такой басурмалец, знаете, гремит. У нас сегодня, помимо грома, и звуки войны слышны, наверное, наша артиллерия работает, но пишут, что наши ребята работают, поэтому слышим и такой гром, и такой. Вот. По поводу результата, ну, ребят, мы уже будем смотреть завтра, потому что мы с Лёшей прокрасили чуть-чуть, и ещё попозже пройдёмся сверху, поэтому, ну да, полный результат уже при хорошем освещении и собранный комод покажем завтра. Ну, в принципе, вы уже поняли, что там-то как получается, всё это вполне, в принципе, возможно, но лучше, конечно, сто раз изучить информацию. Всем спасибо за просмотр, берегите себя, увидимся очень скоро, до встречи, и пока-пока! Продолжение следует...